МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выделят жилье, устроят на работу и повысят профессиональные навыки. Ярославская область продолжает помогать беженцам из Украины. В каких условиях живет семья из Мариуполя? Пообщался с жителями дома и узнал об их пожеланиях в плане ремонта двора. Глава региона вместе с губернаторским контролем проинспектировал один из ярославских дворов. За выходные 37 нетрезвых водителей, причем пятеро из них повторно. В Ярославле прошла акция «Трезвый водитель». Во всем мире отметили день велосипеда. Как вид транспорта он используется на протяжении двух столетий, а вот в Ярославле живет своя легенда велоспорта. С ней пообщались мои коллеги. Естественный ландшафт, укрытие и бассейн в Ярославском зоопарке вновь переезжают. На этот раз рыси. Гребли на специальной доске от надувных, прогулочных до профессиональных карбоновых. В Ярославле открыли сабсезон. На городском телеканале в прямом эфире новости. В студии Елизавета Корегина. Здравствуйте. Из Приазовского в Ярославский. Беженец из Мариуполя Данил Волков трудоустроен в Ярославский государственный технический университет. Молодой ученый уверен, нужно работать. Его мама Татьяна Эдуардовна тоже нашла в областном центре занятия по специальности. Женщина работала в Мариуполе библиотекарем. В областном центре трудоустроена в областную юношескую библиотеку имени Алексея Суркова. Марина Спарагдова встретилась с семьей Волковых. Данил Волков сегодня вел техническое обеспечение презентации. Аспирант Приазовского государственного технического университета в Ярославском пока на должности инженера. Я уже преподавал в своем родном городе в Мариуполе ранее. И поэтому, возможно, мне будет выделена схожая дисциплина с теми, что я преподавал там. Например, логистика, управление цепями поставок. Три месяца до начала учебного года Данил будет повышать свои компетенции как инженер. А потом перейдет на преподавательскую работу. Интересы вуза и подготовка молодого ученого совпали. Одна из считаемых им дисциплин – это транспортная логистика. Мы заинтересованы в развитии этого направления, потому что автодороги – это одно из направлений, по которому работает университет. И, судя по его публикациям и той информации, которой мы обладаем, это действительно интересный специалист и для университета также. Судя по всему, социализация идет нормально. Летом Данил будет заниматься IT-поддержкой приемной комиссии. А сейчас он привлечен к проектам кафедры автомобильный транспорт. Вместе с Бауманским университетом ярославские студенты участвуют в проекте «Ростер Крым» с очень амбициозной задачей создать молодежный автомобиль только российского производства. Политеховцы заканчивают строительство опытного образца. Трудоустроена и мама Данила. Татьяна Эдуардовна в библиотеке с 30-летним стажем. Она работает в библиотеке имени Суркова. И хотя на рабочем месте меньше недели, считает, что ничего сложного нет. Специфика есть здесь по возрастам, видите, 18+, 16+, 12. А у нас для взрослых, у нас были и дети, и взрослые, и юношество. В принципе, большой разницы я не вижу. Ну, немного другое. Технический университет помог с жильем. Семье выделили комнату в ведомственном общежитии. Квалифицированный специалист всегда найдет себе место, если честно. Дело в том, что у Татьяны Эдуардовны очень большой опыт работы. Она знает и любит литературу. Поэтому такой человек, конечно, нам нужен на работе. После ярмарки вакансий, которая была проведена в Сахареже, были, так скажем, выявлены люди, которые хотели бы работать в высшем учебном заведении, у человека высшее образование и, соответственно, библиотекарем. Поэтому с ними мы работали индивидуально, спросили, где бы они хотели туда-туда устроиться. И это не единственный позитивный опыт. Уже 54 беженцы нашли место работы в Ярославской области. Марина Смарагда, Василий Мосин, Новости города. Сегодня губернаторский контроль побывал во дворе 16-го дома на улице Победы. Здесь вовсю занимается благоустройством территории по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Проверить работы приехал и лично Михаил Евраев. Глава региона пообщался с жителями дома, узнал об их пожеланиях в плане ремонта двора. Как итог, можно рассчитывать на совместную результативную работу. Очень благодарны всему, что происходит в работе администрации, конечно, губернатора. Была небольшая проблема, но она решена совместными. Ну и не только. По всем сложным вопросам, которые приходят от жителей, я всегда даю поручение выехать на место, разобраться, что происходит и решить проблему, если она есть. И по многим уже проблемы такие решены. Также глава региона вручил удостоверение новым членам группы губернаторского контроля. Это ярославцы, которые активно участвуют в развитии города. Напомню, данный проект был запущен по инициативе Михаила Евраева. Группы контроля регулярно посещают объекты благоустройства и строительства, дают объективную оценку тому, что реально происходит на местах. И передают информацию для рассмотрения в Рио губернатору и правительству области. Каждый проект, реализуемый по нацпроектам и за федеральные денежные средства, находится на губернаторском контроле. Это еще один из дополнительных инструментов для города, для того, чтобы вовремя получить сигнал, если есть какая-то несостыковка или какая-то задержка на объекте. Благодаря этой помощи верим в то, что у нас все получится и город преобразуется. Свой контроль за работой подрядчиков во дворах осуществляют и местные администрации. Сегодня комиссия проверила ход работ в Дзержинском районе. Здесь осуществляется ремонт пяти дворов по губернаторской программе «Решаем вместе». Если на Дзержинского 38 работы уже почти закончены, то на Труфаново 25 в самом разгаре. Здесь предстоит уложить 3700 квадратных метров асфальта. На проезде и 1300 метров тротуаров. Завершить начатое подрядчик должен до 31 июля. Также дополнительно из объемов работ здесь будет отремонтировано наружное освещение. Установлены современные светодиодные фонари, которые обеспечат наиболее яркое освещение территории. Ну и дополнительно для удобства людей, скажем так, которые любят отдыхать, будут установлены лавочки и урны для того, чтобы люди не мусорили. Наряду с представителями администрации контролируют процесс и жильцы дома. Отмечают, претензий к подрядчику пока нет. Нам очень повезло с этим подрядчиком. Они у нас работают в 7 утра, они уже здесь. И в 7 вечера все еще здесь работают. Работают все субботы, воскресенья тоже, тоже где-то до 7 вечера. Поэтому пока вопросов у нас к ним нет. Контроль у нас осуществляется ежедневно. У нас сотрудники выезжают. Выезжаю сама лично, тоже смотрим, общаемся. Плюс у нас активное взаимодействие идет и со старостами домов. Если что-то не идет не так, то, соответственно, нам сразу же раздается телефонный звонок. В Ярославле подвели итоги эко-марафона «Эко-скул Ярославии-2022». Его участниками стали более 600 детей со всей области в возрасте от 5 до 18 лет. Ребята проходили конкурсы творческих работ, делали поделки из мусора, создавали видеоролики на тему экологии, защищали научные и исследовательские работы. Лучшие работы отметили дипломами и подарками. Александр Захаров продолжит. Церемония награждения проходила в зале Ярославского технического университета. Здесь находится кафедра охраны труда и природы. Поэтому не случайно учреждение стало сорганизатором эко-марафона. Он проходит в нашем городе уже во второй раз при поддержке правительства области и муниципалитета Ярославля. Конкурсанты присылали заявки на участие с 10 января по 14 марта. Их работы оценивала экспертная жюри. Ребята младшей группы делали поделки из бытовых отходов, создавали видеоролики. А те, кто постарше, защищали научные и исследовательские работы. Так как при коррозии металлов, металл разрушается, это очень дорого. Да и в целом загрязняет атмосферу из-за того, что очень долго разлагается. А если его защищать, то транспорт будет служить дольше. Соответственно, отходов меньше и денег меньше будут тратиться на те самые автобусы, которые нужно будет покупать. Моя работа называлась «Мониторинг экологического состояния реки Точенко». Я исследовала реку. Состояние воды, то есть качество. Чистое, нечистое. Пить можно, нельзя. Можно? Можно. Чистое. В рамках конкурса прошла экологическая олимпиада, на которой ребята решали тесты. В этот раз в ней приняли участие 30 человек. Уже во второй раз спонсором олимпиады становится заместитель председателя Ярославской областной думы Сергей Якушев. Он предоставляет подарки и призы победителям. В этот раз наградили 11 человек. Экологическая тематика, она непростая. Это вот не для всех, наверное. Но хорошо, что такие ребята есть. И они со временем, вот эти знания полученные сейчас, пусть даже вот в игровой форме, они их будут в жизни применять. И это очень важно. Ну, я двумя руками за вот такие общественные инициативы. Идейным вдохновителем конкурса является председатель некоммерческой общественной организации «Содружества семей» Франц Щербаковас. Цель для того, чтобы детей привлечь к экологии, чтобы они могли, ну, грубо говоря, не мусорили, защищали экологические вопросы, и просвещение обязательно. Экомарафоном «Экоскул Ярославии» уже заинтересовались во Владимирской области. Вполне возможно, что в будущем конкурс станет межрегиональным. Александр Захаров, Денис Коворов, Новости города. В Ярославле за выходные выявлено 37 нетрезвых водителей, причем пятеро из них повторно. Такие данные городскому телеканалу сообщили в региональном управлении МВД России. Акция «Трезвый водитель» прошла в областной столице в очередной раз. Сотрудники госавтоинспекции на улицах города останавливали проезжающие автомобили, проверяли документы состояния водителей. Результаты неутешительные, отмечу. За вождение в пьяном виде, а также отказ пройти медицинское свидетельствование, предусмотрено лишение прав до двух лет. Кроме того, автолюбителям придется раскошелиться на штраф 30 тысяч рублей. При повторном нарушении грозит уголовная ответственность. На территории города Ярославля проходит профилактическое мероприятие «Трезвый водитель», направленное на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В Ярославле отметили Всемирный день велосипеда. Как вид транспорта он используется на протяжении двух столетий. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Артамонов. И на своем изобретении проехал от Урала до Петербурга. А вот в Ярославле тоже есть своя легенда велоспорта. С ней пообщался мой коллега Родион Латышев. Велосипед – удивительное изобретение человечества. За 200 лет он не потерял своей популярности. Люди отдыхают с велосипедом и занимаются спортом. Римма Тюрина – легенда ярославского велоспорта. Шесть дней в неделю она проводит на Ярославском велодроме. Несмотря на свои 82, до сих пор тренирует молодых спортсменов на треке. А дома – ежедневные 40-минутные занятия. Я, видно, фанат от велосипедного спорта. Я уже теперь буду до конца жизни. Здесь я сижу, велосипед у меня четыре раза в неделю. В понедельник, среда, пятница, воскресенье. Это с утра у меня, утро свободное. Свою карьеру спортсменки Римма Тюрина начала в 12 лет в Вологде. Поначалу выбрала конькобежный спорт, но со временем переключилась на велосипед. Отучилась в Ленинграде на тренера, отслужила два года в армии в Плесецке. Затем по приглашению подруги переехала в Ярославль. Здесь в 1967 году выполнила норматив мастера спорта. И за 50 с лишним лет воспитала немало именитых велогонщиков. Среди них дважды чемпион мира и Европы Константин Куперасов. Сейчас он работает тренером в Москве. Но заслуги его мастер спорта международного класса, чемпион мира Европы, дважды чемпион мира Европы. Как он приезжает, всегда появляется здесь. Всегда ко мне придут с сестрой, мама, приходят они. Я им очень благодарна. Сейчас Римма Тюрина ведет две группы. У нее занимаются 28 подростков из 19-й школы Олимпийского резерва, которая преданно вела спорту так же, как и их наставник. Это тот спорт, где ты не можешь отказаться, как в футболе упал, все, ушел. Это выносливость, сила. Стартуешь, едешь 100 км и все. Тебя больше никто не волнует. Очень много чемпионов мира, призеров, первенств мира, чемпионатов России и Европы. Были достаточно высокие результаты в советское время. У нас 80 мастеров спорта за всю историю воспитаны в велоспорте. Есть 9 мастер спорта международного класса и также есть 2 тренера заслуженных. Велосипед помогает добиваться высоких спортивных результатов, выполняет роль тренажера и транспортного средства. А большинство любят двухколесного за то, что он дает возможность активно, используя, отдохнуть. Хочу призвать всех любителей велоспорта. За свою историю велосипед подвергся массе модификаций. Пережил увеличение и уменьшение переднего колеса, становился тандемом, адаптировался для детей. Но популярности за 200 лет так и не потерял. Родион Латышев, Василий Мосин, Михаил Орлов. Новости города. Сегодня с самого утра парк в Ленинском районе убирали участники движения «Яр-отряд». Ребята трудятся уже вторую неделю. Длится смена месяц. В этом году сформировано несколько бригад. В основном подростки занимаются благоустройством городских территорий. Пропалывают клумбы, подметают улицы, наводят порядок в парках и скверах. Это в первую очередь идет для молодежи. То есть убирая, мы понимаем, что мусорить не надо. Что надо помогать нашему городу, очищать его. А для жителей это такая мотивация не мусорить, чтобы нам самим помочь. Не забывают организаторы и о досуговых проектах, тренингах и экскурсиях. Они проводятся несколько раз в неделю. Ребята смотрят кино, встречаются с интересными людьми. Кстати, в этом году в первой смене яроотряда 133 подростка. Всего за три месяца участниками трудового движения станут 600 человек. Заработная плата тинейджеров формируется из минимальной оплаты труда. Плюс к этому по заявлению можно оформить поддержку от Центра занятости населения. При этом все документы подростки регистрируют официально. У нас вообще полностью процесс трудоустройства, он идет как у взрослых. Это однозначно и обязательно трудовой договор. Это обязательно медицинская справка перед приемной работы. И так же, как и взрослые, подростки получают заработную плату дважды в месяц. Российский путешественник Федор Конюхов пролетит на мотопараплане над Ярославлем и Переславлем-Залезским. Он отправился в рекордные перелеты из Архангельска в Новороссийск. Об этом путешественник написал в своем телеграм-канале. Конюхов преодолеет 3000 километров и установит первый мировой рекорд. Во время экспедиции также планируется побить действующий рекорд без посадочного перелета на параплане. Сейчас он составляет 427 километров. Путешественники же намерены без остановки пролететь около 500. Ярославец лучший чтец в мире. 16-летний Иван Зубаренко победил в суперфинале конкурса «Живая классика». Это произошло на Красной площади в Москве. В самом сердце столицы встретились 7 ребят-победителей всероссийского финала конкурса и 7 победителей международного. Участники суперфинала уже побывали в Артеке, получили призы от фонда «Живая классика». Да все круто, все круто. Что еще можно сказать, честно. Поддержка. Очень тепло, очень хорошо. Это приятно. Это, честно, для меня была неожиданность. И по баллам мы их сидели, считали. Я думал, не пройду. Но оказалось. Выступление юных чтецов оценивала именитая жюри. Из 14 суперфиналистов выбрали трех победителей сезона конкурса «Живая классика» 2022 года. Ярославец Иван Зубаренко читал рассказ Александры Николаенко «Стена». Отмечу, «Живая классика» – это крупнейший литературный проект в стране. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона школьников со всей России и 80 стран мира. Этот конкурс, он настолько популярный, объединяет столько регионов, столько стран, столько деток. И даже иногда просто в своей частной жизни я встречаюсь с детьми, которые мне с гордостью говорят, а вот я участвовал в «Живой классике». Рыси в Ярославском зоопарке обзавелись новым домом. Хищников переселили в просторный вольер с естественным ландшафтом, укрытием и бассейном. Ранее здесь жила тигрица Яшма, которая, напомню, переехала в Красноярский край по программе сохранения амурских тигров. Теперь ее территорию заняла пара кошек поменьше. Здесь звери могут быть более активны. Вот только пока они, как истинные представители семейства кошачьих, предпочитают лениво нежиться на солнце. И сейчас к спортивной части выпуска. В столице Золотого кольца открыли сабсезон. Гребля на специальной доске, набирающей популярность вид спорта, любителей которого становится все больше. Ярославль является центром развития сабсерфинга. Наш город регулярно принимает профессионалов и любителей не только из России. Городской телеканал на днях рассказывал о прибытии Стаса Вулканова. Спортсмен из Минска поставил перед собой задачу и своего рода мировой рекорд – преодолеть Волгу за 100 дней. Для него доска – не просто спорт. Это способ совершить необычный вояж. Саб дает эту возможность нетривиально путешествовать. Сплавляться, видеть красивые виды с воды всегда приятно. Открытие сезона в Ярославле собрало порядка полусотни человек. Они смогли не только познакомиться с разными видами досок – от надувных, прогулочных до профессиональных карбоновых. Но и попробовать преодолеть небольшую дистанцию по воде. Состоялся и мастер-класс по гребле, который провела Наталья Новицкая, обладательница серебряной награды чемпионата по САП-2021. Девушка также рассказала, за что любит этот спорт. Я люблю САП за то, что он дает мне эмоции. И так как я спринтер по жизни, САП мне дает скорость. Всем успехов! Теперь к погоде. Жара спадет, дожди и грозы останутся в Самарской области. Сильные ливни придут и на Ставрополье. В Волгоградской области нагрянут грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. А в Астрахани на фоне бушующей на юге стихии установится комфортная погода. Дневная температура составит 27 градусов тепла. Что в Ярославле? С прогнозом на вторник в эфир новостей выходит моя коллега Юлия Василенко. Здравствуйте! С вами Юлия Василенко и прогноз погоды на вторник. По данным синоптиков, на протяжении всего дня ожидается переменная облачность без осадков. Подробности через несколько секунд. Новая уютная твоя. Квартира в ЖК «Сирень». 332200. Во вторник ночью в Ярославле небольшая облачность без осадков. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Во вторник днем в Ярославле переменная облачность без осадков. Температура плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи в следующем выпуске. Обращаю ваше внимание на то, что на этой неделе итоговые выпуски новостей на городском телеканале будут выходить на 5 минут позже. То есть 21.35. Сразу после сериала «Бабьи летом». Ну а через мгновение смотрите телесериал «Татьяна ночь». У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. В студии работала Елизавета Корегина. Хорошего вечера и до встречи на городском телеканале.